Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о своих планах. Планах, что я буду раскрашивать в апреле. Запланировала я, ну, ни много ни мало, меньше, чем в прошлые месяцы. Но все-таки 31 раскраску я запланировала. Все записала о своих планах. Такая вот большая стопочка. Ну и давайте же посмотрим, что же интересного. Я отложила именно для апреля. Очень уже хочется начать что-то пораскрашивать. В течение месяца я ее раскрашиваю. Бывает не по плану, но все-таки стараюсь придерживаться плана. Определенные, как всегда, картинки я не выбирала. Но если нет какой-то у меня особой договоренности, то я и не выбираю. То есть какие-то прям точно какие-то раскраски. Ну, то есть страницы. Так, ну и давайте же посмотрим. В этот раз, который каждый месяц я не стала брать Марии Тролли раскраски. Но все-таки все равно взяла там три у меня вот лежат, которые я хочу раскрашивать каждый месяц. Когда получается, когда не получается их раскрасить. Но стараюсь. Ну, а Марии Тролли, возможно, и раскрашу. Но просто в план я их не поставила. Так, начну с большой раскраски, хоть она у меня не на каждый месяц. Цветовой квест у меня не получается раскрашивать довольно часто. Но мне раскраска очень нравится. И хочу в ней что-нибудь пораскрашивать в апреле. Книга достаточно большая. Вот я ее, чтобы убрать. Так, ну и которые книги у меня постоянно. Это «Цветочный год». Очень нравится мне книга, нравится мне бумага. И вообще нравятся работы, которые у меня здесь получаются. Так что с удовольствием в ней раскрашиваю. И следующие две книги. Это книги от Риты Берман. Одна прогулка по временам года. Просто очаровательная раскраска. Очень люблю я стиль Риты Берман. И еще одна это раскраска под лупой на дне океана. Я ее так перевела. Я вообще не переводила, как это дословно переводится. Может быть так, как я называю. Может быть как-то по-другому. Я думаю, это не столь важно. Так, отобрала немного по номерам раскраски. Это у нас от Диснея. Такая вот раскраска. Просто обожаю я эту раскраску. Тут такие получаются классные работы. И я с удовольствием стараюсь каждый месяц одну-две работы в ней раскрасить. Но она такая толстенная. Тут сто страниц, сто иллюстраций. Так что ее надолго хватит. На несколько лет. Так что одной ее хватит. Не знаю на сколько. Взяла простенькие свои новые вот эти вот раскрасочки. Веселый зоопарк. Даже еще не поубирала закладки с прошлого месяца. Ну, думаю, ничего страшного. Так, веселый зоопарк. Очень люблю я их. Знаете, такие между серьезными какими-то работами. Пораскрашивать что-то такое простенькое. Тоже очень даже неплохо. Тем более получается достаточно ярко и красиво в этих раскрасках. Так, и решила взять еще Кантри. Тоже свою одну из любимых. Заказывали мы с Леной ее на Абук депозиторе. И вот в ней у меня не получилось раскрасить что-то в марте. Ну, думаю, в апреле я постараюсь. Здесь получается прям полноценная картина. Как знаете, вот картина по номерам. Так и получается здесь. Кстати, нужно обязательно надеть обложку. Потому что смотрю, вот здесь вот корешок уже потихонечку начинает затираться. А я это не люблю. Потому что когда ставишь на полку, они друг от друга ширкаются. Так, две раскраски. Волшебник Странос и Белоснежка от Фабиана Атаназио. В этом месяце обязательно постараюсь их затронуть. Потому что кое-какие планы есть на эти раскраски. И так как в марте я их не затронула, хоть они у меня были в плане. В этом месяце планы у меня большие на эти раскраски. Так, следующее. На сон грядущий. Очень нравится мне эта раскраска. Прислала мне ее как-то Лена. Я прям в таком восторге от этой книги. Много разнообразных здесь иллюстраций, которые я хотела бы раскрасить. Так что беру ее с собой в план. И из простеньких волшебные узоры. Сильно простых у меня в этом месяце нет. Есть и более такие, которые много времени затрачиваются. Но все равно я очень люблю такие раскраски. Ну а уж такие какие-нибудь отдыхательные. Вот типа такой. Я раскрашиваю между более серьезными. Как серьезную работу какую-то раскрашиваешь. И чтобы там, например, отдохнуть, берешь какую-нибудь такую вот попроще. С узорами. Так. Мою раскраску путешествия. Золотые страницы. Обожаемую мою раскраску. Я ее взяла специально под акварель. Потому что тоже есть определенные планы на эту раскраску. Так что я с удовольствием ее тоже беру. Посмотрите, какая она толстенная. Толстенная, прошита. И просто обалденная. Вот если, знаете, не вот эти вот всякие такие вот капли, как называются, золотые страницы. Как бы вот цены ей не было этой раскраски. Потому что бумага здесь шикарна. Вот видите, какие брызги. Можно, конечно, обыграть что-нибудь, как-то сделать. Я посмотрю. Вот мне вот эфелевая башня вот эта нравится. Посмотрю, что-нибудь, может, придумаю. Так. Ну и свои тоже. Одни из, можно сказать, любимых. Книг. Это Королевский ботанический сад и экзотические бабочки в естественной среде. Очень люблю я эти книги. С удовольствием я в них раскрашиваю. Здесь, кто не знает, дан образец. Можете здесь раскрашивать точно так же. Или раскрашивать по-другому. Я примерно немножечко, как бы, посматриваю на эту страницу. Но все равно стараюсь раскрасить так, как нравится мне. Я что-то раскрашиваю акварелью, что-то раскрашиваю пастелью. Ну, то есть, как всегда. И взяла эту раскраску с собой на апрель. И экзотические бабочки. Вообще, я бабочек очень люблю раскрашивать. С удовольствием раскрашиваю. Нравится очень. И работа у меня здесь уже есть. Я бы не сказала, что очень много, но работа есть. С удовольствием раскрашиваю в этой книге. И буду, конечно же, продолжать. Так, Игра престолов. Эта книга появилась у меня прямо совсем недавно. Уже в этом году. И хочется, конечно же, продолжать с ней раскрашивать. Потому что книга, ну, просто обалденно классная. Очень интересная. И с удовольствием продолжу. И тоже не так давно у меня появились две книги по фильму «Властелин колец». Очень нравятся мне и книги, и нравятся и сами фильмы. То есть, с удовольствием смотрела, что-то уже читала. И вот хочу пораскрашивать в этих книгах. Вот, знаете, самое интересное. Когда я покупала, покупала я их на Озоне. С Азона заказывала. Бумага написана. О, вернее, производитель один. То есть, одна. В одном месте их опечатали. Но бумага оказалась разная. То есть, если взять, например, эту раскраску. Здесь я лила столько акварели, что тут раскраска могла бы уплыть. По течению вместе, знаете, с самой раскраской вместе с водой, с акварелью. Но нет вообще ни капелюшечки. Вы просто не представляете, сколько лила воды. И когда я заказала вот эту книгу и начала раскрашивать здесь вот таких вот чубриков на наш марафон, я здесь и воды-то практически не лила. И тут у меня все протекло. Хотя, вроде как, бумага, кажется, что одинаковая. Вроде все то же самое. Ну, а почему так? Не знаю. Одной и той же акварелью раскрашивала. Ну, не знаю. Ну, все равно тут, можно сказать, односторонняя иллюстрация. Здесь дана какая-то информация. То есть, какие-то узоры я их не планирую раскрашивать. А буду раскрашивать самих героев. Очень люблю всех этих героев. С удовольствием буду раскрашивать. И обязательно буду показывать вам. Не могла я обойтись без девушек, потому что очень люблю раскрашивать девчонок. И стараюсь научиться, ну, как бы, получше их раскрашивать. И беру в этот раз раскраску. Она у меня всегда записана как раскраска из Китая с девушками. Большой формат. Потому что у меня есть девушка еще маленькая. Вот. И я вот такую вот взяла. Здесь идет у меня постер. Несколько у меня здесь сделанных работ. Учусь, продолжаю. Учусь раскрашивать девушек. Хочется прям научиться очень красиво раскрашивать. Но пока что получается, то получается. Буду с удовольствием учиться продолжать раскрашивать. Так. Следующая тоже одна из моих новых книг. Танцора мечты. По-моему, книжка называется. Да, Танцора мечты. Но я ее просто, можно сказать, танца называю. Обалденная книга. И с удовольствием тоже в ней буду раскрашивать. Оля мне прислала такую книгу в подарок. Я просто вообще, если честно, не ожидала, когда она мне ее прислала. Лоль, спасибо тебе еще раз. Так. И в этом месяце хочу плотненько заняться Джоанной Бесфорд. И взяла все ее книги, которые у меня есть. Кроме рождественских чудес. Потому что пока у меня нет желания раскрашивать новогодние картинки. И мне, думаю, достаточно будет этих вот шести. Это удивительные джунгли, всем известные. Чернильная бабочка. Хоть по одной, но в этом месяце обязательно хочу затронуть. Вообще, одно время чернильную бабочку я раскрашивала достаточно часто. Что случилось со мной, что я в ней не раскрашиваю сейчас, я даже не знаю. Таинственный сад. Тоже вот. Ну, почему перестала я ее совсем раскрашивать? Здесь вот начала и забросила. Нужно все это восполнить. Зачарованный лес. Когда-то она у меня в начале в самом моего раскрашивательного. Ну, то есть хобби была одной моей самой любимой. Моим любимым иллюстратором. Ну, со временем сделала он здесь небольшие закладки. Посмотрю, получится или не получится раскрасить. Тоже очень люблю я книги ее. Но немножечко могу сейчас сказать, что она уже не мой любимый автор. Не мой любимый иллюстратор. Но все равно книги мне ее нравятся. И с удовольствием постараюсь, во всяком случае, пораскрашивать в этом месяце. А уж что получится, то получится. Обязательно вам покажу. Так, взяла маленькую путешествие. В этот раз взяла только одну в план. Возможно, будет что-то еще из маленьких книг в плане. Пока не знаю. Но просто мне эта книга тоже очень нравится. Не так она у меня давно появилась. И с удовольствием пораскрашиваю. И специально для акварели взяла Алиса Джон Тенниелла. Потому что хочу акварелью пораскрашивать в этом месяце. Удивительный мир животных. Тоже прекрасно подходит под акварель. И волшебство природы. Творческий рай. Здесь у меня тоже сделано уже немало иллюстраций. В основном здесь у меня раскрашено акварелью. Что-то не так давно раскрасила. Что-то давно. То есть работа есть. И постараюсь в этом месяце тоже пораскрашивать. Ну вот такой вот у меня план. 31 раскраска. Ну а уж что получится. Возможно получится все эти задействовать. Может быть что-то нет. Но по крайней мере я придерживаюсь обычно плана. И если у нас какой-то например челлендж с Леной, с Олей. То я беру например какие-то недостающиеся. То есть которых раскрасок нет у меня в плане. И тогда раскрашиваю уже вне плана еще что-то. Ну а так конечно же мне очень нравится раскрашивать по плану. Они у меня эти книги стоят отдельно на другой полке. И я когда хочу что-то пораскрашивать, в первую очередь я подхожу к полке. Там где лежат раскраски по плану. И раскрашиваю их. Ну а как я уже сказала, если есть какой-то челлендж, то уже выбираю еще из других. Так что всем спасибо за внимание. Пишите комментарии. Нравится ли вам создавать планы. И раскрашиваете ли вы вообще по планам. Мне будет тоже очень интересно об этом узнать. Ну и всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Продолжение следует.